На протяжении уже 15 лет конкуренция оберегается Федеральной антимонопольной службой. В год юбилея орган может похвастаться огромным вкладом в развитие отечественной рыночной экономики, и при этом продолжает выдвигать новые законодательные инициативы. Одной из основных сфер компетенции ФАС является естественные монополии, состояние товарного рынка, при которых удовлетворение спроса эффективнее в отсутствие конкуренции, в силу особенностей производства. На сегодняшний день существует реестр субъектов естественных монополий, в котором около 6 тысяч организаций. Закон о естественных монополиях был принят еще в 1995 году, и по мнению ФАС к настоящему моменту уже устарел. ФАС препятствует развитию рыночной экономики и нуждается в упраздненном. Служба считает необходимым отделить естественные монополии от компаний, которые объединяют и монопольную, и конкурентную составляющую. Но из-за несовершенности формулировки, используемые в законе, продолжает пользоваться премилегиями монополия. Внесение правок позволит избежать чрезмерного госрегулирования, существенно сократит количество сфер естественных монополий, и создаст центры прибыли, которые несут полную ответственность. В сфере жилищно-коммунального хозяйства посвящены 8% мероприятий планы по развитию конкуренции и переходу отдельных естественных монополий в состояние конкурентного рынка. ФАС также были выдвинуты предложения по масштабной приватизации и заключению договоров, при которых частная компания инвестирует в государственный объект и использует его на безвозмездной основе. Таким образом, служба хочет расширить ассортимент, повысить качество, снизить цены и повысить уровень удовлетворенности потребителей. При помощи данных инициатив федеральная антимонопольная служба намеренно добиться разговорствления экономики. Госсектор сам по себе антиконкурентоспособен. Госсектор, который вырос до неимоверных размеров, естественные монополии, новые госкорпорации, мы создали гигантских монстров. Мы должны создать противовес этому государственному сектору, мы должны эту значительную часть госсектора приватизировать, мы должны создать условия для самозанятых, для малого бизнеса, прежде всего для них, для формирования настоящего среднего класса. Прекратить эту монополизацию. Россия, которую мы все любим, ее вообще жизнеспособность как страны, а тем более ее успех, этот успех может быть связан только с демонополизацией в экономике. И мы играем в этом одну из ключевых ролей, и этим очень гордимся.